Елена Сурагина, руководитель направления по регулированию искусственного интеллекта блок GRMTS. Встречайте, друзья. Добрый день всем уважаемые коллеги. Похоже от предыдущих выступлений я вас буду пугать. Иногда, наверное, даже сильно, но аккуратно, обещаю. Ну, давайте сегодня мы поговорим с вами про регулирование в этой области. И надо сказать, что в начале бума про тему искусственного интеллекта, которая длится уже несколько лет, вопросы регулирования, они были больше, знаете, такие в виде концепций. И вот сегодня, на мой взгляд, когда уже прошло какое-то время на осознание ситуации, когда появились новые сценарии, новые возможности и, конечно же, новые риски, про которые было сказано в подводке. И вот здесь перед нами, как перед юристами, безусловно, стоит задача сделать так, чтобы эти риски были минимизированы, но, с другой стороны, чтобы законодательство не препятствовало развитию технологии. И, конечно же, логично, чтобы законодательство адаптировалось под новые вызовы и под прогресс, то есть поощряло развитие технологий искусственного интеллекта. И вот сегодня я вам расскажу, как это, вернее, что мы имеем в России и что мы имеем в некоторых зарубежных юрисдикциях. Мы с вами проговорим про систему в сфере искусственного интеллекта, систему регулирования. Я расскажу чуть подробнее, из чего она состоит. Мы поговорим с вами про первый опыт регулирования в России в этой области, а именно про рекомендательные технологии. И эта тема будет для вас актуальна, если вы уже внедряете рекомендательные технологии в своих сервисах, используете или планируете это делать. Если у меня останется время, я расскажу вам, как эта история урегулирована в Китае. Это очень интересное сравнение. И, наконец, с третьим блоком мы поговорим про тенденции, которые существуют в сфере регулирования генеративного ИИ. Это тоже будет в основном зарубежный опыт, но чуть-чуть остановлюсь на наших подходах. Итак, давайте, чтобы мы были с вами, плыли в одних берегах, если можно так сказать, я расскажу вам, из чего состоит система регулирования, в принципе, и она применима к регулированию искусственного интеллекта в том числе. Ну, первое – это так называемое нормативно-техническое регулирование. Это стандарты, это технические регламенты. И в России существует специальная программа, по которой про искусственный интеллект должно быть написано 214 регламентов к 2024 году. Они пишутся активных, их уже есть какое-то количество приличное. Почему это важно? Стандарты важны, если вы работаете с государством. И это будет соответствовать стандартам качества, будет большим плюсом и условиям государственного тендера. Второй большой блок – это как раз законодательство. Его можно разделить на отраслевое, на общие нормы. Отраслевое – это какие-то специфические сферы применения систем искусственного интеллекта, такие как беспилотник, медицина, рекрутинг и прочее. Про законодательство. В России несколько лет назад была принята концепция развития регулирования в этой области. И в ней как раз определены основные правовые проблемы. Такие как, например, кто несет ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом, или кому принадлежит результат машинного творчества. Ну или, например, можно ли без ограничений обрабатывать данные для машинного обучения. Как, например, кстати, сделал законодатель в Японии, исключив такие ограничения. И третий блок. Третий блок – это как раз этика. Этика, мораль. Ну здесь можно использовать любые названия, но уже сложившиеся в этой области. Это этика в сфере искусственного интеллекта. Это про лучшие этические практики. Вообще, этика является одним из регуляторов общественных отношений. Ну и она равным образом применима к любым их видам. В России, если, может быть, слышал кто-то из вас, кодекс этики в сфере искусственного интеллекта тоже был принят несколько лет назад. И по состоянию на сегодня к нему присоединилось уже более 250, по-моему, разработчиков. И не только разработчиков, но и компаний, которые внедряют технологии искусственного интеллекта. А также это разные научные учреждения. Ну и государственные органы тоже постепенно присоединяются. Поэтому, если вы внедряете или планируете внедрять технологии искусственного интеллекта, то тоже посмотрите, почитайте про эту возможность. И к нам всегда, ко мне в том числе, можно обратиться, если вы захотите присоединиться к этой хорошей истории. Я чуть подробнее расскажу дальше, что было сделано в рамках этой работы. Итак, это система регулирования в сфере искусственного интеллекта. И я вам расскажу на примере как раз рекомендательных технологий, как она начала работать в России. Летом этого года был принят закон под кодовым названием «Закон о рекомендательных сервисах или рекомендательных технологиях». И он, кстати сказать, с 1 октября уже вступил в силу, что, конечно, надо иметь в виду для ведения вашего бизнеса безопасного. Ну, давайте чуть остановимся на том, что есть рекомендательные технологии. Я думаю, вам про это сегодня, конечно, много рассказывали. Основная задача – спрогнозировать, предложить и сделать так, чтобы купили. Причем купили в широком смысле. Прочитали, посмотрели, прочитали еще. И рекомендуется действительно вообще все, что угодно, начиная от контента, текстов, музыки, заканчивая людьми, например, в известной социальной сети. И параметры используются тоже самые разные, их огромное действительно количество. Но не могу не рассказать, моя задача, я бы даже так сказала сегодня, рассказать вам о том, какие риски существуют в связи с этой технологией. Не получается перелеснуть слайд, но в рисках в основном все законодатели сходятся. И это, как правило, либо информационный пузырь, то есть когда человек получает один и тот же контент, и фактически есть риск того, что это, скажем так, ограничивает в некотором смысле его развитие, его интеллектуальных способностей в том числе. Это риски новостной блокады, что может быть очень актуально в рамках разных политических историй, и риски навязывания рекламы, например. Ну, все мы знаем про персонализированный таргетинг. И вот вернусь к самому закону о рекомендательных сервисах. Для России эти риски тоже актуальны. И про что этот закон расскажу вам. Закон направлен, сразу скажу, что сначала круг субъектов был уже, он был больше нацелен на социальные сети, на новостных агрегаторов, на аудиовизуальные сервисы. Но все-таки круг субъектов стал неограниченным. И так вот, какие основные положения должны соблюдать лица, которые внедряют, используют технологии рекомендательные в своей работе? Ну, первое, первое такое большое требование, они должны опубликовать правила применения технологий рекомендательных, причем на самом ресурсе. Ну, например, если мы говорим об онлайн-кинотеатре, то это должна быть платформа соответствующая. Второе большое требование – информировать пользователя о том, что используются рекомендательные технологии. И причем вот этот порядок информирования, он пока еще не утвержден, он должен быть прописан в подзаконных актах, но пока его еще нет, и поэтому компании сами определяют, а как они все-таки информируют своих пользователей. Это может быть либо плашка, ну, либо информация, например, на главной странице вашего ресурса, либо какие-то всплывающие пуш-уведомления, например, при первом входе в сервис. Вот эта история пока до конца не урегулирована, и здесь есть усмотрение, остается пока усмотрение бизнеса. Что еще важно? В случае выявления нарушения необходимо предоставить Роскомнадзору соответствующую информацию и обеспечить доступ к программно-техническим средствам рекомендательных технологий. В случае, если в результате этого взаимодействия не будет устранено нарушение, то, возможно, блокировка ресурса. Как мы с вами понимаем, это, наверное, самое худшее из наказаний, которое может быть в интернет-бизнесе. И вот далее я как раз покажу, как эта история соотносится с этикой. В ходе обсуждений, в котором участвовал в том числе и бизнес, обсуждался вопрос о том, что владелец рекомендательных технологий должен предоставить возможность отключить рекомендательную технологию для пользователя. И вот это прям было большой проблемой, которой очень много проговаривалось, потому что в каких-то случаях, в каких-то сервисах рекомендательные технологии могут составлять основную логику сервиса. Ну, вот, например, как в случае с таргетинговой рекламой. И, ну, фактически это означало его, скажем так, несуществование. И в результате работы над этим законом все-таки было достигнуто понимание того, что эта кнопка может негативно сказаться и на пользовательском опыте, ну и, в принципе, может превратить сервис в какую-то доску случайных непонятных объявлений, что снизит качество сервиса и его интерес со стороны пользователя. Поэтому в российском законе такого положения нет. Но сразу скажу, что, вот, например, в китайском законодательном акте такое положение присутствует, и владельцы рекомендательных технологий обязаны обеспечить возможность отключить рекомендации. А у нас это положение было спущено в виде рекомендации как раз на уровень саморегулирования, а именно как раз на этические рекомендации, которые описаны вот здесь сейчас на слайде. Этические рекомендации применения рекомендательных технологий в цифровых сервисах. И эти рекомендации разрабатывались при активном участии, даже, я бы сказала, все-таки бизнес-сообщества. И они были публично недавно анонсированы и идут, скажем так, гармонизированы с законом, о котором я рассказала выше. В них, в этих рекомендациях, естественно, содержатся рекомендации о том, как соблюдать этичность, но и одновременно тоже не нарушить законодательство. Ну, то есть, про что это? Там говорится о том, что должны раскрываться принципы работы рекомендательной технологии, должны, например, рекомендуют делать такие перерывы для здоровья. Кстати, такая штука есть в TikTok, когда человек долго, например, находится в приложении, пользуется приложением, то китайские версии TikTok стала как раз делать такую штуку, чтобы человек пошел размялся. и отдохнул. Также в рекомендациях говорится о том, что необходимо раскрывать информацию о том, какие данные используются, но это больше про типы данных. И есть такой блок, связанный именно с ограничением, с ограничениями, что не рекомендуется делать. Ну, вот это как раз то, о чем я сказала, когда говорила о рисках. Это история про недопущение либо минимизацию информационных пузырей, про навязывание, про внимание к предложениям, которые могут быть связаны с риском для человека, в том числе с риском для здоровья. Про Китай, коллеги, не успею, поэтому какие-то вещи я уже про него сказала, но у них, скажу, что у них очень такой интересный подход к регулированию, его считают достаточно жестким, но вместе с тем китайский регулятор, он находит другие возможности для того, чтобы стимулировать технологии в их стране. Это история и про масштабное финансирование, и про коллаборацию с IT-гигантами, и про научные исследования, которые ведутся в этой области совместно с бизнесом. Не случайно абсолютно Китай себе поставил цель к 2030 году стать мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, ну и обогнать и перегнать Америку. То есть они, очевидно, понимают, что они делают. И следующий блок, я расскажу вам как раз, я рассказала про пример того, как регулирование уже складывается по конкретному вопросу, и следующим блоком расскажу вам про ту сферу, в которой оно еще не сложилось, но, скорее всего, скоро сложится. Про генеративный искусственный интеллект. Я тоже, наверное, не буду, я думаю, что вам сегодня про это много рассказали, про то, как это работает, но просто для общего контекста. Генеративный искусственный интеллект – это система, модель искусственного интеллекта, которая генерит самый разный контент, тексты, изображения, видео, музыка, в общем, это может быть все, что угодно. И, как мы знаем, с, по-моему, ноября прошлого года он просто вызвал общественный такой, общественный бум, резонанс, с его помощью защитили и дипломные работы, с его помощью сдали экзамены, например, в Америке, на юридическую степень, на медицинскую. Одна женщина даже развелась по совету чата GPT, совсем чуть-чуть, видимо, не хватало. Но переходя от бытового его применения к, наверное, бизнесовому. Я думаю, что сегодня тоже про это говорили, поэтому долго останавливаться не буду. Что, где, где может быть полезен генеративный. И он пишет контент, с его помощью можно писать контент для бизнеса. Это могут быть письма, договоры, могут быть сценарии. Кстати сказать, совсем недавно была забастовка сценаристов, которые протестовали против использования генеративного и для написания сценариев. Закончилась она благополучно, они победили, и установлен локальный запрет на эту историю. Написание программного кода, первая его версия, это может быть автоматизация обслуживания клиентов, когда чат-боты либо отвечают на запросы, либо на претензии, либо рекомендуют товары, в том числе с использованием рекомендательных технологий. Самари из объемных документов. Здесь, кстати, тоже могут быть вопросы этики. Например, можно ли делать выдержку из священных писаний. Такие вопросы возникают, и они обсуждаются на разных площадках, и на российской в том числе. В общем, точно его можно использовать для того, чтобы оптимизировать свою работу, но не заменить все-таки сотрудникам. Мое личное мнение, по крайней мере, пока. И вот я перейду к рискам, которые связаны с применением генеративного искусственного интеллекта. И они, в принципе, тоже во всех странах плюс-минус одинаковы. Единственное, например, Китай. Они говорят о том, что он не должен посягать также на социалистические ценности. Но это особенности этого государства. Например, возвращаясь к тому же ТикТоку. ТикТок в Китае – это образчик просто благопристойности, в то время как в… Я имею в виду китайская их версия. В то время как в других странах это такое информационное подрывное оружие фактически. Итак, возвращаясь к рискам, генеративный ИИ, ну и как любой ИИ, может генерировать предвзятость, усиливать ее, масштабировать ее. Может нарушать авторские права. И это история про то, на каких данных обучается система. Может привести к нарушению конфиденциальности. То есть это риски приватности. Потому что в результате работы модели, в результате восстановления корреляций, понимания закономерности в данных, может быть выяснена как раз информация о глубокой личной жизни, например, человека. Такое возможно. Следующий риск – это генерация недостоверной информации. Это как раз называется таким словом галлюцинация искусственного интеллекта. Дезинформация, манипулирование мнением. Все это особенно важно в том числе в рамках политической повестки истории. Ну и другие риски. Тогда более подробно останавливаться не буду. Итак, как же в мире регулируется генеративный ИИ? Тоже скажу совсем кратко. Китай, США, Евросоюз очень взбодрились, когда разразилась вот эта история с чатом GPT. И Китай, ну, наверное, для них это свойственная история, начали говорить. Есть акты. Я их привела на проекты актов на следующей странице. Тоже остановлюсь чуть-чуть, чтобы желающие могли ознакомиться. И Китай говорит о лицензировании, о маркировке контента, об ответственности разработчика за контент, который создала система генеративного интеллекта. В США там у них был совершенно другой подход. До чата GPT они принципиально не вмешивались в вопросы регулирования в сфере искусственного интеллекта. Это прям такая осознанная позиция, не вмешательство. Даже у них есть документ о том, каким должно быть законодательство в этой области. Оно не должно мешать развитию технологий. Все незначительные риски должны приниматься. Но и США после появления чата GPT тоже заволновались, потому что, видимо, заволновалась общественность. И, собственно, они тоже обсуждают вопросы лицензирования генеративного ИИ с высоким риском о том, что надо оценивать безопасность, необходимо контролировать, на каких данных обучается система. И, в принципе, они также говорят о том, что ответственность за генеративный ИИ, в смысле за его последствия, его работы, должна возлагаться, должна быть вот так. Она не должна быть подвешена в пустоте. Ну и Европейский Союз, собственно, тоже начал дорабатывать свой закон об искусственном интеллекте, который они пишут уже несколько лет, и делать отдельное регулирование именно под модели, под генеративные модели, устанавливая требования и к качеству данных, и к качеству самой модели, и к тому, что она должна регистрироваться. Ну, возможно, про лицензирование тоже история как-то разобьется. И последнее, про что хочу сказать, а что в России. В России сейчас нет специального законодательства, которое бы регулировало тему генеративного искусственного интеллекта. Но вам, в вашем бизнесе необходимо иметь в виду, что все-таки, если произойдет какая-то неприятная ситуация, произойдет какие-то нарушения, например, в области персональных данных, в области авторских прав, либо ситуация связана с запрещенным контентом, то, конечно же, ответственность будет наступать в соответствии с нормами вот этого применимого законодательства. Коллеги, это все, что я хотела вам сказать сегодня. Спасибо большое за внимание. Была рада выступить для вас. Спасибо огромное, Емила. Спасибо. 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 Спасибо.